Доброго всем времени суток. Как я храню сушь? Смотрите, не очень хитро, за основной доской. В принципе, мол отсутствует. Самое основное условие, чтобы не было моли, это сильная семья должна быть. В принципе, я такого же мнения и о муравьях, и о прочей живности. Сильная семья, она не допустит муравья в улей. Обычно это проблема слабых семей. Когда похолодает, я могу эту сушь убрать в сторону, пустой улей. В принципе, я думаю, нет никакого смысла заниматься перетягиванием каната. Здесь все оставим. Даже не боюсь таких, как видите, уже на экране носа прилетело, меда немножко капнуло. носа тоже не боюсь. Сосами просто сокращаю литочки, ставлю ограничители. В принципе, когда сильная семья, она справляется отлично. И чтобы не зависеть от погоды, все-таки желательно, чтобы у нас за основной досточкой была медовая рамочка. Они там успешно выбирают остаточки меда. В принципе, нам не страшен падевый мед, потому что у них есть хороший мед. Не надо жалеть пчелка медика. И вот у нас последняя рамочка уже в гнезде. Немножко тяжеленькая. Так у нас выглядит. Думаю, неплохо. Ставим обратно. Вообще, муравьи – это отличный такой признак. Если открываем муле и видим муравьев, сразу можно говорить, что скорее всего семья слабенькая. То же самое по муле. Часто именно в слабых семьях все это можно увидеть. Но по этому году, когда кукурузу съели, потравили пчелу, был подешевый. У меня на пасеке, слава богу, живые все остались. Но я что-то думаю, эта пчелка, что посыпалась, муравей ее съел и сам ушел в мир иной. Вот такая вот история. Поэтому у пасечников в этом году был еще один вредитель. Но не будем о печальном. В принципе, на этом все. До встречи с Богом. В следующем видео расскажу о том, как мед действует на тело человека с медицинской точки зрения. Сам являюсь практикующим медработником уже 19 лет в сфере медицины. Поэтому, думаю, будет интересно. Подписывайтесь, смотрите. С Богом, до встречи!